Иснение по закону, по аллаке, основных моментов. Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем цикл видеоуроков, который называется «Жизнь по Торе». На первом этапе мы хотим сделать 7 фильмов, в котором мы расскажем про 7 заповедей Торы, как их выполнять. Вначале я расскажу о простом выполнении, простом, понятном, житейском, простыми словами, о выполнении этих заповедей «Жизнь по Торе». После этого мы сделаем объяснение по закону, по аллаке, основных моментов, как конкретно, где не ошибиться, как надо соблюдать эти заповеди. Вначале мы берем, делаем про 7 заповедей, потом, возможно, мы сделаем про все остальные, блинедер, без обета. Итак, мы начинаем. Первая заповедь – это заповедь изучения Торы. Изучение Торы – это заповедь, о которой говорят, что эта заповедь, она объединяет в себе все остальные заповеди. И это и понятно, потому что если ты не изучаешь Тору, то как ты можешь выполнять заповеди? Ведь о заповедях мы знаем из Торы. Заповедь изучения Торы, она включает в себя изучение законов, правил, изучение всего того, что Мошер Абейну Моисей получил 3313 лет назад на горе Синаи, когда он получал Тору от Бога. Он спустился с горы Синаи, у него были скрижали, на которых было высечено 10 заповедей. Эти 10 заповедей знает весь мир, это самые известные заповеди, которые только существуют вообще в истории человечества. Больше всего людей в мире живут, исходя из того, что эти заповеди показывают, что такое добро, что такое зло, что правильно, что неправильно. Всего в Торе есть 613 заповедей. Значит, Мошер Абейну, когда он спустился с горы Синаи, он принес еврейскому народу 611 заповедей. Он описал их и объяснил их в Торе и обучил еврейский народ за 40 лет в пустыне. И две заповеди слышал весь еврейский народ, слышал от Всевышнего, когда они стояли возле горы Синаи в момент дарования Торы. Они слышали две заповеди все, слышали, видели, воспринимали, то есть восприятие Торы, восприятие этих заповедей, восприятие Всевышнего, который им открылся, было абсолютно прямым восприятием, когда они всеми органами чувств, всеми клетками своего мозга, своей нервной системы, они услышали, почувствовали, восприняли, получили две заповеди. Я Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом, и не будет у тебя других Богов. Вот две заповеди слышали все, а потом они сказали Мошер Абейну, мы не в состоянии выдерживать такую связь с Богом, потому что Бог Творец Мироздания, Он дает энергию всему мирозданию, и когда Он проявляется даже в самом своем сжатом формате, в самом своем таком незначительном проявлении относительно своей силы творения, то восприятие, органы восприятия человека, они от этого рушатся. Они как электрические сети, когда в них запустят там 10 тысяч вольт напряжения, они могут сгореть. Также у них сгорали их органы восприятия, и они попросили Мошер Абейну, который был самый чистый пророк, который обладал возможностью взаимодействовать со Всевышним и не сгорать, они его попросили все остальное, пожалуйста, через Мошер Абейну, пускай он получит Тору и нам передаст. Изучение Торы, которую Мошер Абейну получил на горе Синаи у Всевышнего, это и есть заповедь изучения Торы. То есть мы должны каждый день посвящать определенное время изучению Торы. Есть письменная Тора, в которую входят пятикнижие Моисея и книги пророков и Писания. Есть устная Тора, в которую входят Мишна и Талмуд. Есть книги закона учителей, которые, изучив всю Тору, они сообщили нам законы. Есть Шулхана Рух, который написал Равьосиф Каро, есть Мишна Тора, который написал Рамбам. То есть они, изучив всю Тору, которую только вообще, вот которая существует, они дальше написали закон Аллаха. Это как действовать в каждый конкретный момент времени. И когда ты изучаешь Тору и действуешь по Торе, выполняешь заповеди, живешь по Торе, в этот момент ты соединяешься со Всевышним самым тесным, самым прямым соединением. По-простому, как изучать Тору, вот я тебе говорю сейчас, есть заповедь изучения Торы. Значит, нам Всевышний заповедовал, чтобы мы не забыли те слова, которые Бог передал Машер Абейну на горе Синаи, чтобы мы из поколения в поколение передавали их, повторяли их, передавали сыновьям своим, сидя дома, находясь в дороге, лажаясь, вставая, чтобы мы постоянно изучали Тору. По-простому, значит, ты берешь любую книгу, например, самое правильное, еженедельно мы изучаем недельные главы Торы. Вся Тора, письменная Тора разбита на 52 недели из 52 главы, и каждую неделю изучают, изучают одну главу. Начинается год, изучается Беришит глава, вначале Бог сотворил небо и землю, потом глава Ноах. То есть, можно изучать письменную Тору с комментариями. Отлично, это называется изучение Торы. Значит, когда ты открываешь книгу Торы и изучаешь ее, то все то время, пока ты стараешься понять и запомнить, все это время засчитывается тебе как общение со Всевышним, выполнение его заповедей и изучение Торы. И вот, когда ты берешь и читаешь, особенно если ты изучаешь, например, 22 буквы еврейского алфавита, ты их изучаешь для того, чтобы понимать напрямую, как Бог сказал, Беришит вначале, Бара сотворил, Элоим всесильный, и ты изучаешь эти все буквы, алиф, бет, диммл, далет, это тоже изучение Торы, потому что ты хочешь изучать Тору на том святом языке, на котором Всевышний эту Тору нам дал. Дальше, ты изучаешь письменную Тору, изучаешь комментарии, все то время, пока ты изучаешь, ты находишься внутри заповеди изучения Торы, ты общаешься со Всевышним. Тора это свет, как Тора это, само слово переводится, учение, и Тора это как свет, который идет от Всевышнего. И есть царь Соломон Мудрежис из людей, он сказал, что заповедь это свеча, когда ты выполняешь, делаешь действия, вот ты изучаешь Тору, ты зажигаешь свечу, это заповедь, которую ты делаешь, а Тора это свет, свет, который идет от Всевышнего. И в случае, когда ты выполняешь заповедь изучения Торы, ты включаешь свою свечу, ты как бы свой фонарик включаешь, и в этот момент срабатывает датчик, и открывается огромный свет, идет свет от Всевышнего, и значит ты изучаешь. Теперь вопрос, что у тебя остается после изучения Торы. Допустим, ты закрыл книгу, в этот момент ты уже Тору не изучаешь, но если ты запомнил слова Торы, которые ты изучал, и ты эти слова Торы повторяешь, и ты действуешь, исходя из этих слов Торы, то у тебя тогда изучение Торы распространяется на целый день. По-простому, я каждый день провожу на платформе Ваикра урок Торы с 10 до 10.20 утра, уже около 5 лет. Когда я учился в Ешиве, в Ешиве Швутами, Равин рассказал такую историю. Он сказал так, смотрите, вот каждый человек изучает Тору столько, сколько он выбирает выполнять эту заповедь. Есть люди, которые изучают Тору, они хотят получать свет от Бога целый день, и они сидят в Ешивах, и целый день они находятся под вот этим вот светом Всевышнего, они изучают, они разбираются, то есть они находятся в пространстве духовности, которая в этот мир заходит в виде слов Торы. Есть люди, которые изучают Тору, только утром чуть-чуть поучился, вечером поучился, днем поучился, урывками. Он сказал, что есть такое известное выражение, когда человек умирает, то весь его жизненный путь, он просвечивается как рингеном, и остается с ним на вечность только то время его жизни, которое он посвятил изучению Торы и соблюдению заповедей. Если он никакого времени не посвятил изучению Торы и соблюдению заповедей, то он в грядущий мир не поднимается, у него нет входа, у него нет той криптовалюты, которая работает на вечность. Поэтому первый вопрос, который задают человеку, Кавата и Тим Ли Тора, установил ли ты время для изучения Торы? Потому что Тора это самая главная криптовалюта, это самая ценная валюта, без нее нет других заповедей, ты не можешь ничего узнать, что хочет от тебя Всевышний, если ты не изучаешь Тору. И вот первый вопрос, установил ли ты времена для Торы? Теперь слово установил ли ты времена? И некоторые вещи человек делает периодически, он может сказать, будет время, я поучу Тору. И он рассказал такую историю, что был дом престарелых, и там было два пожилых очень дедушки, отцы, которых сыновья им создали прекрасные условия, хороший дом престарелых, они там занимаются, учат Тору, за ними следят врачи и так далее, очень все хорошо. И было два сына, один сын приходил к своему отцу каждый день, и второй приходил к своему отцу каждый день. Один сын приходил к своему отцу каждый день, когда у него было свободное время, он говорил, папа, вот когда у меня будет время, я к тебе зайду. Второй сын, он говорил своему отцу так, папа, я к тебе прихожу каждый день в 10 утра, а все остальные дела я буду уже делать, исходя из этого. То есть я буду планировать свой день, что у меня есть время, когда я к тебе прихожу в 10 утра на 20 минут, и значит каждый день это время твое. Значит, эти два отца, они были в принципе одинаковые, каждому сын приходил на 20 минут в день. Но тот папа, к которому он приходил каждый день в 10 утра, он понимал, что для сына это время самое важное время, и он весь свой день подстраивает под эти 20 минут. А второй отец, он все время ждал, когда же у сына окажется свободное время, те же 20 минут между другими более важными для него занятиями. И он говорит, это два совершенно разных подхода к жизни, это два абсолютно разных подхода к Торе. Или ты учишь Тору, когда придется, или ты говоришь, я устанавливаю время для изучения Торы. Это для меня главное. Мое духовное развитие, мои заповеди, то, что я возьму с собой на вечность из этого мира, это для меня главное. Поэтому я буду с утра 20 минут изучать, вечером 20 минут изучать, вот у меня есть 40 минут. А в течение дня, если будет дополнительное время, я еще поучу Тору, послушаю какой-то урок и так далее. Но у меня есть время, которое я установил для Торы, и это время центральное время дня. Поэтому я тебе советую установить время для изучения Торы. Я тебе очень рекомендую стать партнером тех людей, которые посвятили себя изучению Торы. Ты можешь поддержать какого-то лектора по Торе, ты можешь поддержать какой-то урок по Торе, ты можешь поддержать, стать партнером, финансовым партнером для человека, который полностью посвятил свое время для изучения Торы. Во всех этих случаях, позже я расскажу про заповедь СДАКа, как ты можешь, выделяя деньги, это огромная заповедь СДАКа, становиться через эту заповедь, переводить материальное в духовное, и как ты можешь с помощью СДАКи стать партнером в изучении Торы других людей. Но главное, все равно заповедь, которую ты делаешь сам, важнее, чем ты делаешь через кого-то, поэтому удели, начни с 5 минут, 5 минут и 5 минут, но это должен быть стержень твоего дня, и после этого добавляй, 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 и с Божьей помощью ты получишь вечный, вечный свет, вечный кайф, связь с Богом, самую важную криптовалюту, которая работает в духовном мире. Изучение Торы важнее, чем все остальные заповеди. И написано так, после молитвы следует установить время для изучения Торы, и необходимо, чтобы это время было постоянным, чтобы не приносить его даже из-за предполагаемой большой выгоды. Здесь написано, что есть заповедь, что после молитвы изучать Торы, да, это изучать, что это Тора, это пятикнижия, это тоже книги Гмара, Мишна, очень много законов. И это большая заповедь, что человек после, что он помолился, и он соединился с Богом через молитву, то потом сразу начать изучать Тору, это, можно сказать, мысли, божественные мысли, законы, которые нам передал. И это очень важно, вот как здесь написано, и он продолжает дальше. Всякий еврей обязан учить Тору, всякий еврей. Будь он бедным или богатым, здоровым или страдающим от болезни юношей или глубоким старцем, и даже нищий, вот, побирающийся по домам, обязан установить себе время для изучения Торы днем и ночью. Есть заповедь, это не одноразово там поучиться утром, есть заповедь два раза в день установить себе время, четкое время, да, для изучения Торы. И желательно, чтобы это было и утром, и вечером, чтобы сделать, чтобы осветить весь наш день и всю нашу ночь, вот. И любой человек, он обязан изучать Тору, это не так уже сложно, это интересно, там есть такая вещь, что пусть человек, он изучает то, что ему нравится, так говорят наши мудрецы. И они говорят, что если человек, ему нравится какая-то тема, это значит, что его душа, она как-то связана с этим. И это очень хорошо, изучая то, что нравится, есть очень много разделов, есть раздел Аллахи, это как мы сейчас читаем. Есть разделы Агада, там разные такие истории интересные, которые обучают нас, как правильно жить. Есть Гмара, это такие очень философские там споры, там углубляются в этих законах, вот. И пусть каждый выберет себе, что ему нравится и будет их изучать, вот. И здесь очень интересный нюанс написано. «А если кто совсем не умеет учить Тору, или если ему это никак невозможно из-за множества необходимых дел, пусть снабжает всем необходимым тех, кто учится, и ему это будет засчитано, как будто он сам учился». Вот, здесь написано такая вещь интересная. Если человек, он не умеет изучать Тору, он не знает иврит, он не понимает, что здесь написано, да, то говорит Китсушу Ханарух, он говорит такую вещь, что пусть он подойдет к еврею, который умеет изучать Тору, и будет снабжать его ресурсами, чтобы он мог изучать Тору. Да, сегодня у нас, слава богу, есть очень много колель. Колель — это такие места, которые там по 30 человек изучают Тору, учатся целый день, очень глубокие темы, и они получают стипендию, да, чтобы как-то прожить, получают стипендию там. И есть очень много людей, которые помогают этим колелям. И, в принципе, этот совет, человек, который не умеет изучать Тору, пусть он поможет еврею другому, который он дает изучать Тору, финансово, не обязательно только финансово, можно и в других вещах помогать. И это будет засчитано, как будто бы он сам и учился. И здесь он приводит Китсушу Ханарух очень много примеров к этому, откуда мы знаем это. Но все равно он говорит, и при всем этом, пусть каждый приложит все силы, чтобы позаниматься Торой хотя бы немного, каждый день и каждую ночь. И он говорит, даже если ты помогаешь другим, у тебя нет времени, ты занимаешься бизнесом и так далее, все равно лучше всего там чуть-чуть позаниматься Торой, либо вот зайти на наш портал Вайкрафт в Фейсбуке. Там есть очень много уроков интересных, которые, понятно, языком объясняют Тору, и это будет засчитываться как изучение Торы каждый день. С вами был Ильишам Апинтусевич, увидимся в следующем уроке. Давайте будем жить вместе с Торой. Спасибо. Спасибо.